9 июня в Москве в рамках форума «Российское село-2017» состоялся семинар «Совершенствование агрострахования с государственной поддержкой для ферберских хозяйств». Эта тема вызвала оживленные дискуссии. Закон об агростраховании был запущен 5 лет назад и за это время претерпел много изменений. В формировании его принимали участие не только страховое, но и аграрное сообщество, региональные власти и Минсельхоз. За весь период действия закона о поддержке агрострахования было заключено порядка 20 тысяч договоров. За этот срок аграрии получили не менее 15 миллиардов рублей страховых выплат по договорам агрострахования с государственной поддержкой. К 2017 году агрострахование с господдержкой для ферберских хозяйств – фактически единственный имущественный добровольный вид страхования в России, который на всей территории страны работает по единым стандартам. Однако страховое сообщество понимает, что современное агрострахование с господдержкой требует серьезных изменений как закона, так и практики этого механизма. Попыткой поиска сбалансированного решения, которое устраивало бы всех участников рынка, и стал этот семинар. Мы работаем, как все страховые компании, так и все аграрии, желающие получить господдержку, работаем по единым правилам, то есть единые условия заключения договора, единые стандарты урегулирования убытков, единая методика расчета тарифов, единый союз и единый компенсационный фонд. Вот этот важный этап мы с вами через тернии, через какие-то большие сложности мы реализовали. В настоящее время хотелось бы отметить, что комитетом Государственной Думы по ограденным вопросам также ведется работа по внесению изменений в 260-й федеральный закон. Основной концепцией которой является добиться, чтобы данный страховой продукт был более гибкий, и страховой компании могли разрабатывать несколько линей страховых продуктов, что, соответственно, повысит интерес как со стороны страховщиков, так и со стороны аграрии. Могу сказать вам, что все-таки удалось нам компенсировать убытки прошлого года через резервный фонд. Может, кто-то с этим столкнулся, и это будет полезная информация. В этом году появился резервный фонд правительства Российской Федерации. Это из тех субсидий, которые были не использованы в прошлом году. И, имея на руках поручения правительства, мы возмещаем убытки. Но самое главное, с мертвой точки сдвинулось агро-страхование по Бурятии. Основные риски за период действия законов 2012 года, как мы видим, основные риски у нас в растении возле, это риски, которые связаны с засухой, топочной атмосферной засухой и суховей. Их делали, если стало почти 70% в выплатах. Ну, соответственно, идет переувлажнение почвы или вымерзание. В городномыслие у нас с обратной ситуацией, там практически 98% всех выплат, они пришлись на заразные болезни. Надо отдать должное, что в последнее время агро-страхование достаточно востребовано. Если говорить про 2016 год, то спрос превысил предложение в два раза. То есть желающих застраховаться в ровно два раза больше, чем было выделено субсидии. В принципе, такая же тенденция наблюдается и в 2017 году. К сожалению, отсутствие нормативной базы и отсутствие в федеральном бюджете средств не позволяет реализовать достаточно амбициозную программу по развитию агро-страхования. По нашей оценке, если субсидии будут уменьшаться или полностью сократятся, конечно, сократится объем сельскохозяйственного страхования и уровень проникновения. Потому что, ну, учитывая, что Россия является все-таки зоной рискованного земледелия, страховые тарифы достаточно высокие по страхованию урожая. Соответственно, для сельхозпроизводителей это достаточно большие затраты, и без государственного участия многие просто откажутся от этого страхования. С конца 2014 года было лишено лицензии 24 страховых организаций, которые можно назвать недобросовестными. Почему на сегодняшний день, так сказать, страхование риском в сельском хозяйстве, оно имеет очень низкий порог, так сказать, к общей численности всех хозяйств. Прежде всего, нам нужно, чтобы формирование закона об агростраховании принимали не только ветви власти, законодательное, исполнительное, страховое общество, но обязательно, чтобы принимали сами сельхозпредприятия, потому что для них как бы этот формируется закон. И если бы вот это участие было активным, и закон, конечно, был бы более совершенным. Национальный союз агростраховщиков активно использует любую возможность обсуждения дальнейшего пути развития сельхозстрахования с господдержкой на различного рода форумах и площадках, где мы можем это обсудить непосредственно с аграриями, то есть непосредственно с нашим сельхозтоваропроизводителем, для которого, собственно говоря, и построена вся наша система. Ключевой момент нашего сегодняшнего обсуждения, как вы это, наверное, слышали, это представительство региона, непосредственно аграрного сообщества, страхового сообщества и органов власти. Ни в каком другой конструкции невозможно найти правильное решение, как с учетом той информации, которую обладают вот те представители, о которых я только что сказал, и той позиции, которую они занимают. Наша задача и наша идеология – найти вот тот оптимум, который позволил бы преодолеть те проблемы, которые есть у нас в сельско-окранистном страховании, а как это уже сегодня уже неоднократно звучало практически во всех выступлениях, это первое и главное – это включение данного вида поддержки в единую субсидию, что сделало практически невозможным получение аграриями в регионах господдержки на агро-страхование. Второе – это, к сожалению, недосубсидированные договора прошлого периода, и это серьезная проблема для страхового сообщества, которая в результате этого имеет или, возможно, потенциально будет иметь санкции регулятора. И, наконец, третье направление, которому мы бы придаем очень серьезное значение – это дальнейшая информационно-различительная работа, направленная прежде всего в регионах, которые не активно используют инструмент защиты своего риска как агро-страхование. Вот важный сюжет сегодняшнего нашего совещания, важное выступление – это представитель Республики Бурятия, в котором мы успешно реализовали вариант нахождения этих решений даже в регионах с высоким риском сельскохозяйственного производства и традиционного отсутствия сельхозстрахования. Вот этот опыт, который у нас сейчас есть, мы хотели бы транслировать и в другие регионы. Например, как сегодня это звучало, маленький охват и маленькая проникновение в Оренбургской области, в Волгоградской области. Поэтому мы и ищем те инструменты и решения, которые позволили бы, и меняя закон, и улучшая процедуры и администрирование, дальше развивать тему защиты рисков агробизнеса.